мы уже забрались внутрь все-таки через окно здесь старые журналы ты пройдешь я скажу издательство правда жирного здоровья они уже такие все важны любимая морская еда да это дома так особня генцеля но вот в последнее время он был жилым домом не знаю кто здесь жил тут все про здоровье да реально была подписка у кого-то именно на этот на эту серию журналов наступающим новым годом 1976 год представляешь на 76 но в принципе он не выглядит таким уж совсем старым несмотря на то что здесь такая повышенная влажность но это все то же самое да я не буду все смотрим печечка да 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 она еще и не покрыта видно как вести до блестит от света не знаю на камеру насколько показывает нет слегка сверкает кстати когда ты светишь фонариком чуть-чуть отблеск на камере виден на на вот чуть-чуть для волшебная печка прям плитка да смотри сколько дров здесь внушительное количество старый бутыль хотя обработали старый да хотя абсолютно не факт что это у нас вообще было ладога водка ладога до наверное старый ну что мы продвинемся дальше на мы уже зашли во вторую комнату здесь другая печка попроще немного в плане внешнего вида слушай а ты не видишь календарь какого года восемьдесят четвертый восемьдесят четвертый на самом верху красными цифрами угу и там где два кольца это восемьдесят седьмой год и вот этот синенький восемьдесят шестой так что они все примерно друг за дружкой идут тут получается две кровати было вот раз два три три до три и вот такой что-то вроде дивана кресло с ящиком домино где прямо вот здесь а вот я думала прям набор да вот где хранился набор добино только получается три осталось осколки везде осколки это тоже разные газеты а что вы там же не шаг напили? да интеллектуальными играми здесь люди увлекались но больше всего меня покоряет вот этот детский рисунок смотри забавно это береза? ну скорее всего может под березой? с красной шляпкой не знаю это творчество детское вот так вот ой еще одна печечка но она по стилю как самая первая да и тоже слегка светится блестит из-за того что тут столько тряпья на полу сложно сказать целый пол или нет да очень много тряпок очень много бумаги здесь люди все-таки пришли что-то искали нам какие-то драгоценности ценности потому что все переворочено фауст фантазия это кто у нас? записки товарища Д записки товарища Д записки товарища Д кто там изображен? в общем наверное что-то о боевой трилогии да я так и подумала что-то про войну скорее всего искусство Ленинграда наверное что-то про архитектуру так вот находишь по зданиям потом к нему напишешь это природоохранительное подсвящение дружба народов и в детстве книги есть такие взрослые ну да вот например горизонт и техники для детей ну в основном здесь конечно сплошной мусор и ничего не подставляющего интереса кроме вот печки которую мы посмотрели так что у нас тут на столе непонятное чтиво не русское не русское сложно сказать на самом деле что это такое что-то про цветы видимо как за ними ухаживать и прочее лукошка получается это самая большая комната и выход на такую веранду был наверное в те времена вид конечно был красивый потому что тут лес может такой оживленный не было дороги как сейчас в общем снаружи такой домик интересный манящий загадочный заходят внутрь все как всегда очень много мусора хлама и очередная интеллектуальная игра да какая на этот раз а да я думаю все интересное что здесь когда-либо было и естественно уже все полоносили до скорей всего поэтому не удивительно вот заснимем печечку отсюда как она выглядит нам осталось посмотри только эту часть дома более притяненную тут наверно влажности будет потенциально отдавать еще одна игра да тут наверно просто несколько семей жило тут потолок да обвалился да мы не будем заходить во все закоулки дома чтобы не дай бог ничего не упало все-таки деревянный дом слышно как капает вода вот так блестит вот здесь видно что она блестит получается получается что она просто выходила в коридор печь и сразу несколько шкафов небольших даже слушай везде в разных шкафах на разных полках то бревно то ветки палки дрова да тут тоже смотри обвал произошел и тоже печка видна печка и обвал крыши интересно сколько тут семей раньше жило потому что по разным источникам не указано потому что писалось что здесь был многоквартирный дом якобы считалось ну потом естественно вот вот такое состояние у вас вот все это да я думаю да с комнаты дальше я думаю уже смысл не будет заходить вот тут наверно комната самая большая все-таки видишь обвалившаяся крыша поэтому особо глубоко забираться не будет хочу хочу все-таки посмотреть какой год если бы я еще видела ну вот 92 да то есть это получается самый недавний календарь из всех что мы нашли в этом домике тут посоль да скорее всего тоже книжка всякая мелочевка пробки удочку ну это такой шкафчик как будто вообще детский угу с розовыми полками раскрашен тут тоже куча книг все-таки так удивляюсь столько книг в этом доме естественно все разные детские взрослые там на иностранных языках атласы большая кровать даже две и вот жалко вот такие деревянные домики красивые красивые с башенками интересно последняя комната которую мы осмотрим ну тут кстати о коляска детская так лежит прям на горе мусора здесь тоже обвалы такие серьезные и самый насыщенный запах ну тут смотри аж крыша видна да а тут смотри лестница на чердак ага вот я думаю туда мы не полезем нет точно не полезен если бы деревянный а точнее каменный домик был бы я бы полезла а тут здесь же у ребенок смотри детская кровать да и я нашла детский горшок все указывает на то что тут был ребенок столько книжек гурьян 3 повести основы экономики и управления совсем такая литература абсолютно разных жанров да есть и научная и детская про здоровье разноплановая старый портфельчик да даже с документами с каким-то это такая детская игрушка что ли ну хватит нам как дата доминото и печка вот здесь печка такая симпатическая на самом деле тоже зеленая отличается от всех печек в этом доме тут шкаф но вроде ничего такого нет тоже все как обычно старые бутылочки всего один раз я забрала из старого дома бутыль такой старинный бутыль мне стало его жалко потому что все бутылки были разбиты а он один единственный по какой-то причине остался в сохранности но он был слегка припрятан как сказать припрятан строительным мусором вот этим все может его просто не заметили я его забрала а так обычно такими делами не занимаюсь но получается что мы осмотрели весь дом так ведь ну да и 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